Здравствуйте, уважаемые зрители Мегаиндекс ТВ. Я рад приветствовать вас на второй части передачи «Аналитика SEO», где я, Севальню Дмитрию и мой гость Антон Шманаев обсуждаем, так скажем, прикладные аспекты выбора SEO-компании со стороны подрядчика. Мы знаем, что у нас смотрит довольно большое количество клиентов, заказчиков услуги, и поэтому это важный аспект, как, собственно говоря, непосредственно выбрать компанию. Мы закончили на том, что очень важно анализировать коммерческое предложение, которое выставила вам SEO-компания и прошлись по основным аспектам. То есть очень важно проанализировать ту популярность запроса, который вам предлагают суммарную и популярность каждой отдельной услуги, которая осуществлена, оказываете ли вы эти услуги, как она представлена, эта информация у вас на сайте непосредственно, то есть что планирует делать SEO-компания с этой информацией. О том, как непосредственно анализировать частоту запроса, говорит нам ServiceForceStat, тут немножко старый интерфейс, но смысл от этого ничем не меняется. Очень часто предлагает SEO-компания либо запросы нулевки, которые по статистике просто поисковых запросов имеют очень маленькую частоту, и даже продвинув этот запрос, сам по себе запрос в топе-то будет, но у вас никакой отдачи от этого не будет. Ну и вот один из запросов, которые предлагали внесение изменений, мы просто иногда тоже запрашиваем такие приложения, и видно, что точных запросов таких всего лишь 173 в месяц, хотя общая частота такая просто колоссальная, там 150 тысяч. Это говорит о том, что запросы в общем-то является нулевым. Ну и у тебя при этом по всем регионам вместе. А если брать там целевой регион сайта, то там будет еще меньше цифры. Да, то есть по факту запрос просто нулевой, а конкуренция по нему может быть довольно мощная за счет такой общей вражи частоты. В презентации вы еще также можете какие-то дополнительные подчеркнуть вещи, которых мы не будем более подробно останавливаться, но можно сказать, что очень важно действительно до начала, так скажем, очертить нулевую черту, снять стартовые позиции и потом после какого-то определенного периода, уже выдвинув ряд требований для SEO-компании и спрогнозировав план продвижения, сделать отчетный период и по нему реально сравнить конкретно начало работы и это. Это очень важно, потому что очень многие компании не могут показать там какого-то значительного улучшения тех или иных показателей, хотя в отчетности фигурируют очень часто какие-то красивые слова о том, что достигнут видимость там какая-то и так далее. Какие сейчас вообще основные типы договоров, которые предлагаются на рынке и мы знаем? То есть, Антон, ты как бы какие знаешь? Ну, тут все написано. Ну, в принципе, я для себя их больше разделяю по моделям оплаты и насколько эта оплата привязана к результату. То есть, там, первый такой граничный пример этого – это абонентская плата за услуги SEO-компании и плюс некий бюджет на расходы на там ссылки, статьи, копирайтинг и прочее. В этом случае, как бы, SEO-компания никак не замотивирована на результат. Вот. И есть просто некая фиксированная сумма, которая и является рентабельностью SEO-компании за ее услуги. Вот. Но этот тип оплаты, он обычно хорош тем, что в нормальных там проектах, в больших проектах, он является самым дешевым. Вот. И там другой пример – это когда, например, абонентской платы вообще отсутствует. Есть просто некая сумма за продвижение, привязанная, например, к позициям или привязанная к достижению видимости. Совсем-совсем без абонентской платы сейчас кто-то работает на рынке? Ну, да, кто-то точно работает. В основном этим крешат маленькие компании, которые… Ва-банк. Да, которые только вышли на рынок, и они готовы там просто вообще бесплатно работать. Поэкспериментировать на вашем сайте за… Ваши деньги. Да, за ваши деньги. И даже немножко за свои деньги. Вот, ну, как бы… Ну, тем не менее, есть такие предложения на рынке, есть много заказчиков обычно. Ну, заказчик тоже проходит, на самом деле, несколько этапов как бы своего… Становления. Вот. И на первом этапе он звонит по всем компаниям и требует гарантий. Завтра в топ там… Быстро с гарантией. За 10 тысяч там. Да, да, да. И вот, а потом он, когда походит по рынку, уже начинает там… А если особенно попродвигается у каких-нибудь таких вот любителей пойти ва-банк, то вот еще он… Еще больше понимает… Да, тут как бы ни была прекрасная песня, которую поет там менеджер, да, при приходе во всей компанию. На самом деле, очень важно так сухими фактами оперировать цифрами и так далее. Ну, основной, да, основные различия, которые именно с точки зрения стратегии, продвижения кроются в том, что часть компании продвигает по какому-то фиксированному набору слов, то, что называется «продвижение по запросам». Очень сейчас популярная услуга – это «продвижение по трафику», где непосредственно отчетность – это фигурирует не там какие-то поисковые запросы, как правило, а некая суммарная посещаемость сайта там, либо посещаемость сайта по целевым группам запросов. По сути дела, «продвижение по трафику» является просто продвижением по такому широкому, наиболее расширенному семантическому интервью. Ну, и сейчас, в принципе, активно продвигается услуга продажи SEO с оплатой за лид, что называется, за обращение, за заказ. В роли лида может выступать как иногда это онлайн-заявка, покупка через интернет-корзину или даже в ряде случаев телефонный звонок. И ряд SEO-компаний непосредственно готовы, так скажем, сделать шаг на встречу бизнеса и постараться продавать не какие-то абстрактные позиции или трафик, а уже непосредственно обращение. Давай посмотрим, какие у нас, собственно говоря, услуги оказываются в том или ином договоре. То есть, если у нас «продвижение по запросам», то услуга непосредственно — это улучшение позиций сайта по запросу. Но проблема в том, что позиции не могут каким-то образом гарантироваться с ни одной SEO-компанией, даже если они что-то там обещают, какие-то гарантии на оплату, все равно никаких гарантий позиции нет. При «продвижении по трафику» у нас услуга, которая продается, это непосредственно продать услугу не позиции, а некого такого человека продать целевого. То есть, это некий такой немножко шаг навстречу бизнесу, и люди хотят продавать не услугу SEO, а товар людей. И тут разумный вопрос встает, да, кто такие будут эти посетители, по каким запросам они пришли, являются ли они, правда, для вас целевыми, и являются ли они людьми, допустим, даже. Здесь вот у тебя еще хорошо написано на слайде, что это не продажа, это желание продать именно посетителей, потому что, по сути, на самом деле, сама услуга, она остается абсолютно такой же, как и в первом случае. То есть, SEO-компания делает все то же самое, просто она, ну, можно думать, что она лучше мотивирована. Вот. С другой стороны, как бы, есть такой момент, что чем, как бы, дороже вот этот вот юнит, за который SEO-компания берет оплату, тем его легче накрутить, и тем у SEO-компании больше желания это сделать. Соблазн. Да, соблазн. Под конец месяца, там, немножко не дошли вот по трафику до определенного, до определенной границы, и накручивают. И там, в общем, SEO-компании могут накрутить так, что один заказчик никогда не распознает. Ну, не заказчик, а даже вот человек, который более-менее аналитик, может даже не распознать. Да, особенно, когда там накрутки, они, как бы, не очень большие. Вот. А что касается лидов, ну, как бы, если лид стоит, там, не знаю, тысячу рублей, то что стоит там попросить, там, пять девочек позвонить по вашему телефону, там, тоже в конце месяца. Запросить предложение. Что-то попросить, да. Ну, вот, да, продвижение по лидам – это желание продавать не услугу, как SEO, да, а такой товар, то есть непосредственно вот клиентов. Обращение. Не клиентов, а обращению, все-таки, как правило. Ну, и тут вопрос для вашего бизнеса, с которым должны ставить действительно рентабельность, да, насколько это будет для вас в итоге рентабельно, потому что придется в каком-то смысле входить в партнерские отношения с SEO-компанией, платить за процент прям с обращений непосредственно. Ну, по сути дела, это партнерские уже отношения, а не совсем как клиент и подрядчик. И, ну, вам приходится делиться частью реальной прибыли. Как правило, это, наверное, дороже, да, составлять, рассчитать? Это, как тебе сказать, в принципе, ну, да, это дороже, вот, и тут еще есть такой момент, что чем этот договор как бы глубже внедряется в бизнес заказчика, тем от заказчика больше требуется каких-то действий. Открытости. Ну, как минимум открытости, да. И некоторые там SEO-компании при продвижении по трафику по лидам берут с заказчика некий депозит. То есть заказчик платит определенную сумму, и она лежит на счету у подрядчика, ну, как некая там гарантия, да, того, что если там что-то случится... А, да, и еще в договоре могут прописываться какие-то штрафы, налагаемые на заказчика, за то, что, например, он там не вносит изменения на сайт вовремя, за то, что он там что-то с сайтом делает несогласованное с SEO-специалистом. Там эти штрафы могут списываться с этого депозита. Ну, да, вот. Ну, да. То есть это такие партнерские жесткие отношения, в которых, в общем-то, SEO-компания в каком-то смысле, может быть, сверх мотивирована, да, но желание заработать, оно как бы может иногда переходить какие-то планки. Ну, и опять же, для любого бизнеса, особенно российского, на мой взгляд, это подходит, потому что вам приходится открывать кухню, да, то есть по большому счету полностью открывать ваши продажи. И, ну, по моему опыту, там, 9 из 10, наверное, заказчиков смотрят как минимум с недоверием, да, при таких вот обсуждениях, и сразу говорят, а что ты, как бы, а ты кто, парень? Ну, посоветовать можно попробовать на каком-то этапе, может быть, стремительного роста бизнеса, когда очень там важно соблюдать вот эту рентабельность, может быть, действительно продвигаться по трафику или по лидам, если у вас это получается рентабельно. Вот. После того, как вы вышли на большие объемы, ну, как бы, мне кажется, что нужно пытаться перейти на какую-нибудь абонентскую модель, потому что она, скорее всего, окажется дешевле. Да. Вот. И дальше у вас там, ну, бизнес, значит, развиваться, вы все меньше захотите пускать в него непонятных партнеров посева, вот. Которые хотят там реальный процент от ваших там продаж и оборотов, да? Обогащаются уже, в общем, недостаточно заслуженно, поэтому вот так. Ну, да. На самом деле мы говорим о том, что договоров-то очень много вариантов, можно еще там какие-то придумать, там, вариации и трафиковой оплаты, и оплаты за лид, где там варьируется стоимость оплаты за лид в зависимости от товара и так далее, и так далее. Вот. Но основные подводные камни, они никуда не меняются и остаются стандартными, то есть, вы можете столкнуться с тем, что все равно не будет никакой работы по сайту, даже несмотря на какой договор, никакой работы по ссылкам и какое-то достижение определенного минимального результата, и дальше не будет роста, вы не сможете. Даже вот эта мотивация там в рамках там оплаты за трафик, на самом деле, не является очень часто для SEO-компании достаточно. Они видят, что там, чтобы поднять трафик, нужно там столько работы, столько вложений в ссылки и так далее, ну, а их текущий уровень там дохода от вас устраивает. Ну, естественно, некомпетентность исполнителя и так далее. Ну, для примера, просто вот чей-то отчет компания знает, мы как бы не будем анонсировать, да, вот такой отчет там приходит в протяжении более чем года, там, одной из наших бывших клиентов, там, которые… Вот. То есть, видно, что была какая-то средняя позиция, порядка, там, 90-е, да, то есть, ну, вообще не было продвинутых запросов. Потом в течение буквально месяца были прописаны какие-то основные моменты по внутренней оптимизации, это, как правило, это заголовки страниц, размещены тексты, произошел некий рост, ну, и после этого, там, 7-8-9-10 месяцев ничего не делается, как бы, вот наглядное отсутствие работы по сайту как таковой. – это один из лидеров рынка. Давай поговорим о том, вот, как заказчики хотят себя обезопасить от такого кидалого, да, уже наглого просто. И в то же время, как все компании хотят, наоборот, привлечь к себе этих заказчиков побольше и какие-то маркетинговые такие уловки, да, применяют. Ну, вот разовый платеж, а далее по результату. Вот такие раньше очень были популярные, да, то есть звонили, ну, вы говорите, вы нам раз заплатите, а дальше будете платить только если будет результат, то есть никакого кидала и так далее. В чем подвох этого договора, на мой взгляд? – Я вчера, когда готовился к передаче, зашел на сайт Lurkmore и прочитал там статью про SEO. Вот, ну, так я готовился, да. И там была такая типичная схема описанная нашего российского SEO. Заказчик платит SEO-подрядчику 100 тысяч, и дальше у SEO-подрядчика два варианта. Либо там что-то выдумывать, ставить какие-то ссылки, там оптимизировать, и, может быть, позиции вырастут. Второй вариант – ничего не делать. – Такая бинарная схема. – Да, в первом пункте здесь как раз, мне кажется, подвох может быть в том, что заказчик ничего не будет делать. – Да, Антон, кстати, не предупреждал, какие я тут подвохи называл. Ну да, просто тут элементарно ничего не будет делать. То есть монетизация и схема работы SEO-компании здесь вот именно такая. То есть привлечь таким броским предложением, типа мы берем деньги только по результату, изначально это позиционируется именно так, только результат, ваши деньги. В конце говорится, ну, нам же нужно за счет чего-то получить результат, давайте первый платеж. Ну и… – А потом говорится, что ну, не получилось. – Не срослось, да, ребята. Может еще заплатите? Вот. Очень часто, да, платите за то, что вам не нужно. То есть платите за какие-то запросы, которые не приносят трафик, платите за какие-то трафик, которые не дают звонки, платите за какие-то… ну, в общем, платите за что-то, что не дает вам реальной отдачи и увеличения объемов бизнеса. Здесь, я думаю, не нужно пояснять, в чем подвох. Ну, вот одно из предложений, да, это безумно выгодное какое-то предложение, очень часто бывает. То есть люди предлагают, вот я как, значит, SEO-агентство предлагаю, значит, тебе, Антон, купи прямо сейчас SEO, там, 5000 рублей. Вот, как бы, в чем здесь подвох на твой взгляд? Почему бы ты не стал меня покупать? Ну… За пять. Не знаю, мне когда кажется, что если компания… Если я, как бы, не могу просчитать рентабельность подрядчика, и мне кажется, что у него рентабельность отрицательная от таких предложений, то, значит, он зарабатывает, наверное, не на SEO, а на чем-то другом. Ну, да, опять же, подвох, да, как бы, такой, что все эти выгодные предложения, они за собой не кроют услуги. Ну, и вот четвертый пункт, очень похож на это, скидка, там, 50% там бывает, я такие тоже встречал, там, типа, вообще, SEO у нас стоит 100 тысяч рублей, но только вам, только сегодня, супер скидка, там, за 50 вам все продвинем. Здесь подвох, на самом деле, очень простой, и даже очень часто это, как бы, палка о двух концах, когда заказчик требует скидку у SEO-компании, говорит, дайте скидку. А SEO-компания такая добросовестная, посчитала ему, реально, как бы, такие минимальные, там, условно говоря, наценки, и не может дать скидки, потому что иначе ему придется экономить на работах. То есть, вот очень часто бывает, и почему выбор по цене, да, и когда список запросов разный, очень неправильный, да, потому что вложения реально в проект, они есть, они ощутимы, да, если проект продвигается по конкурентным запросам, это, как правило, там исчисляется, там, не одним десятком тысяч рублей в месяц, именно расход, прямых финансовых расходов. Если там вам кто-то предлагает все то же самое, там, в два раза дешевле, то это повод о том, что, скорее всего, как бы, эти работы просто не будут сделаны. Ну, может быть, они будут сделаны, но силами каких-то специалистов очень дешевых, и там, может быть, не знаю, каких-нибудь, ну, как вот эти индусские программисты. Не, ну, очень часто стоимость опускается, вот я вижу, когда к нам приходят предложения, да, от конкурентов, там, что-то сравнивать, так посмотреть. Я вижу, что иногда запрос очень конкурентный, даже вот целичный бюджет, который требуется вложить в сайт, он, ну, превышает по оценкам или, там, сопоставим со стоимостью работ суммарной. И, как бы, это кажется очень странным. Но я не очень понимаю, за счет каких каналов, как бы, будет осуществлено продвижение. Скорее всего, просто люди там, вообще не понимают, сколько это должно стоить. Ну, да, и очередное, как бы, это вот гарантирует результат по позиции. Ну, по поводу результата, тут, во-первых, хочется сказать о том, что обычно, когда SEO-компания говорит гарантии, она дает гарантии финансовые, а не гарантии результата. Это вещи разные. Гарантия результата – это вот костьми лягу, но добьюсь позиции вам в топ. А финансовая гарантия – это значит, что мы попытаемся сделать, если у нас не получится, мы вернем вам деньги. Вот, но, как бы, понимаете, вы при этом потеряете время и там… В теории даже еще и сайт можно убить там чем-то. Или там что-то убить сайт и, ну, просто, может, упустите какой-то рыночный момент, когда вот вам нужно было войти на рынок, если это о каком-то развивающемся рынке идет речь. Вот. И здесь, конечно, нужно читать внимательно договор, то есть, что значит… Ну, окей, вы понимаете, что это финансовые гарантии, но вы там хотите убедиться, что вам вернут действительно деньги, если результат не будет достигнут. Нужно внимательно прочитать, в каких случаях возвращаются деньги, возвращаются ли. И может возникнуть такая ситуация, что там… Ну, это такая уже притча во языцах, что заказчик, допустим, дает там 20 запросов, мне вот эти запросы продвиньте. SEO-компания говорит 80% запросов, если находится в топ-10 в течение месяца, то типа… Все супер. Все окей, мы вам деньги не возвращаем. Если там меньше, то возвращаем. И докидывает к этим 20 запросам еще 80 нулевок. Эти 80 сразу встают в топ, и заказчик платит постоянно. Вот. Еще есть момент такой, что может быть гарантия как бы прописана, например, там цель проекта, чтобы там улучшить позиции сайта до топ-10. Вот. И, ну, вроде как вот действительно цель прописана даже открытым текстом, но надо найти какое-то место в договоре, где будет написано, что произойдет в случае недостижения цели. Это очень часто бывает. Может так, что ничего там не написано на эту тему. Ну, в процентах, да, 50 случаев как бы цели поставлены, но какие-то ответственность не зафиксированы каким образом. Ну, на самом деле, даже действительно правильно Антон абсолютно говорит, что даже какие-то финансовые там манибеки, да, частичные или полные и так далее вообще на самом деле не гарантируют вам никакого результата. и если вы там договариваетесь с заказчиком, что он вернет там какую-то часть суммы, то вы все равно потеряете, как правило, время и там свое время и время на рынке, которое вы могли бы, да. Ну, в качестве такого руководства, наверное, подробно не будем останавливаться. Какие моменты стоит обращать внимание, если вы меняете подрядчика, потому что очень многие не понимают, да, что нужно делать. И часто к нам приходят компании, которые где-то когда-то продвигались и, значит, там у них не сложились отношения, кто-то там хочет немножко навредить, такое тоже бывает. И вот за этим очень важно следить. Ну и из того, что стоит подчеркнуть, это, естественно, полный список всех доступов к сайту. Менять надо в том числе и панели вебмастера от Яндекса и Гугла. По возможности постараться сохранить наработки, которые у вас были. То есть если вы меняете SEO-компанию, в этом нет ничего страшного, особенно если какие-то наработки, которые были сделаны, могут быть переданы. Но часто они могут быть переданы, в частности накопленная ссылочная масса. Ну и даже если она не может быть передана, в общем, как правило, в этом нет ничего супер криминального, потому что если накопленная ссылочная масса вам не дает никакого результата, то вероятно… То есть все, новый подрядчик ее постепенно снимет и поставит новый. Я хотел еще один пункт добавить, что попросите у прошлого подрядчика табличку с распределением запроса на страницу. Потому что если он составлял семантическое ядро проекта, особенно если оно было большое, и он раскидывал запросы по страницам, то это достаточно тяжелая, долгая работа. Просто новому подрядчику можно будет сэкономить время или, может быть, обнаружить какие-то ошибки в этом месте. Этот файл обычно на стороне подрядчика лежит, и пока его специально не попросят, никто не высылает. Но он должен быть, если компания оказывает услугу действительно, да? Он должен быть просто у специалиста, да. Эту информацию, конечно, можно получить из аккаунта в ссылочной бирже, но это сложнее. Ну вот, так, резюмируя эту часть, мы можем обсудить, какие основные этапы вообще может контролировать заказчик. На самом деле мы поняли, что заказать услугу SEO не так-то и просто, да? Но какие-то основные моменты постарались сделать акцент, на что стоит обращать внимание, когда вы заказываете услугу SEO и так далее. Теперь поговорим о том, что вообще реально человек, который не особо разбирается в SEO, может, в принципе, контролировать. То, о чем мы уже говорили, это, как правило, план оптимизации некий. И это очень разумно. План оптимизации, исполнитель его предоставляет, заказчик, собственно говоря, его одобряет или хотя бы просто понимает, что он существует в природе как таковой. Это первое, да? Второе, непосредственно соблюдение этого плана. То есть какое-то наличие какой-либо работы по сайту, на самом деле довольно просто отслеживается. Ну, из того, что, наверное, стоит назвать, это написание каких-то текстов либо на стороне заказчика, либо на стороне исполнителя. Ну, чаще, наверное, второе, да? По твоему опыту, кто чаще тексты способен писать? Ну, по моему опыту, как бы, ну, чаще тексты писал заказчик, просто потому что, ну, вот так довелось мне работать с достаточно, в основном, крупными заказчиками, у которых там… Ответственно подходят к этому вопросу. Да, что тексты, они не ради SEO пишутся на сайте, а там должны каким-то там требованиям имиджа отвечать, требованиям какой-то там пиар-службы их внутренней. Вот, поэтому в основном тексты писал заказчик. Ну, либо, по крайней мере, модерировал ту часть, которая написана была на стороне SEO. Ну, да, ну, естественно, согласование происходило там. Если там заказчик написал, отправляет на проверку там SEO-специалист, он там говорит, да, окей, все там, все ключевики там вставлены куда надо, можете размещать. Ну, да, то есть, на самом деле, очень многие не понимают, за что вообще платить деньги. Вот один из этапов, который можно контролировать довольно просто, абсолютно не разбираясь в никаких основах SEO, просто банально контролируя, есть у вас вообще какие-то тексты новые на сайте, появляются они, идет ли работа в этом деле, есть ли какая-то внутренняя оптимизация, меняются ли заголовки и так далее. Ну, то же самое, на самом деле, по ссылкам. А, у тебя как раз следующий пункт. Ну, да, то есть, можно контролировать, да, наличие просто этих ссылок. Можно контролировать их темп прироста, ну, там, просить подрядчику высылать список проставленных ссылок. Ну, или хотя бы какие-то принскринные число там, или там, ну, это уже довольно, я уже не видел таких случаев, чтобы ты, чтобы заказчики обманивали, что ссылок там ровно столько, ну, там, по панели вебмастера можно какой-нибудь принскрин там попросить. Ну, да, просто бывает, что подрядчик не дает доступа в ссылочный аккаунт, или у подрядчика какая-то собственная, там, сеть этих вот… Ну, это, в принципе, правда бывает такое. Ну, если нет, нет… Да, да, ну, просто надо, чтобы, ну, заказчику как бы советуют как-то все равно этот процесс контролировать, там, список каких-нибудь. Может быть, если там он не может, не знаю, там, название площадок, ну, какую-нибудь разбивку, там, по каким-то характеристикам, там, ТИЦ-ПР, что-то такое. Ну, в общем, что-то в этом направлении можно запросить, особенно не разбираясь даже. Если что-то прислали, уже хорошо, да. Действительно, любой может посмотреть график позиции, там, и трафик, который идет на сайт, ну, это, там, просто, не надо разбираться в SEO, надо просто понять, сколько людей на вашем сайте, и как это число меняется. Ну, и очень важно, конечно, сегментировать, особенно по крупных компаниях, и очень часто, там, рост трафика или, там, рост звонков далеко не свидетельствует о том, что, там, SEO преобладало успешно, там, какая-то рекламная компания по телевизору прошла, какой-то type-in трафик или, там, по названию бренда, там, большое количество заходов, и крупные компании, на самом деле, как правило, абсолютно не понимают, что происходит. Ну, и, конечно, такие основные моменты, которые просто по общению с менеджером тоже можно понять, насколько оперативно те или иные правки делаются, то есть, таким образом, косвенно свидетельствуют о том, сколько времени уделяется вашему проекту непосредственно внутри компании SEO. И, наверное, какие-то самые ключевые показатели, которые вы можете для себя зафиксировать, то есть, один из вопросов, который я прошу менеджеров задавать, да, когда к нам обращаются новые клиенты, это, как бы, зачем вам SEO? И вот, на удивление, на этот вопрос, на самом деле, далеко не все могут дать четкий ответ, то есть, там, казалось бы, ну, там, куда уж проще, да, там, какие-то, наверное, улучшить, там, увеличить количество звонков или, там, увеличить трафик или, там, то-то, все-то, пятое-десятое. Как правило, людям требуется какое-то время осознать и придумать ответ на этот вопрос. То есть, они, когда звонят, даже не до конца понимают. И вот перед заказом SEO-услуги, услуги SEO, подумайте, зачем она вам нужна, потому что, ну, часто, не то, что она бывает не нужна, часто люди не понимают, зачем она, и что они, собственно говоря, будут рассматривать в качестве ключевых показателей эффективности и отдачи от проекта. Если вы их зафиксируете и обратитесь к SEO-компанию с четко поставленными целями, то, мне кажется, что достижение и вообще количество компаний, которые возьмутся за, да, и скажут, что, да, мы ваши цели можем достигнуть, оно уже, там, уменьшится наполовину. Половина сразу скажет, какой-то слишком замороченный заказчик, вообще не будем с ним работать. Ну, часто, наоборот, заказчик, который четко ставит какие-то цели, но если заказчик что-то понимает в SEO и в его реалиях, наоборот, подрядчику легче работать, потому что уже все понятно, что нужно делать, чего ожидает заказчик и в чем он это все измеряет. Не нужно там заниматься обучением его образования, во время того, почему там не вылез по однословному запросу в топ-10 за один месяц, ну, вот всякие вот эти вопросы. Ну да, здесь мы тоже сделаем небольшой перерыв, постараемся в третьей части ответить на ваши вопросы из чата и рассмотреть основные каналы привлечения клиентов для сайта. – Да. – Если еще есть время. – Да. – Вот когда происходит какой-то разговор с выбором подрядчика, ну, не знаю, подрядчики часто, ну, по моему опыту, стесняются там не обещать никакого результата, то есть говорить, что, ну, на самом деле у вас там ничего не получится, там это будет долго. – Смотрите правде в глаза. – Ну, на самом деле там по моему опыту именно такой подрядчик он, ну, обычно как раз имеет за плечами тот самый опыт, который заставил его так себя вести. – И позволяет ему так, может быть, нагло несколько, – И, в общем, да, не стоит как бы от них сразу отворачиваться, что типа он ничего не понимает и ничего не может. На самом деле, может быть, он может гораздо больше, чем тот, который обещает все вывести там в топ-10 и завтра. Вот, ну, просто такая ремарка. – Ну да. – Это как с каким-нибудь автомехаником, там, хороший автомеханик, он посмотрит на машину и скажет, у-у-у-у, ну, все понятно. – А хороший скажет, ну, а что, вот ездит нормально, колеса подкачать сейчас. – Да, 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 такое диагностирование машины по фотографии, да? – Да, да, да. – То же самое стандартно, да, продажные вот эти все менеджерские качества, очень часто менеджеры, которые продают, к сожалению, не понимают в услуги ничего и поэтому начинаются. Ну, хорошо. Мы в третьей части постараемся привлечь еще Артура Латыпову, как тоже руководителя одной из SEO-студий и таким совместным мозговым штурмом постараемся понять, какие же у нас у SEO-компании основные каналы привлечения клиентов. Оставайтесь с нами. Ну, в третьей части постараемся. – Спасибо. – Спасибо.